Братья и сестры, мы дождались Великого Поста. Уместно это будет сейчас говорить об этом или неуместно? Должен вам сказать, что уместнее, чем год назад или два года назад. И те, кто не постились два года назад или три года назад, сегодня точно должны поститься. Везде причем. Там, здесь. Потому что пост прописан Господом Богом, как небесным врачом, как некое лекарство от масштабных социальных и природных катаклизмов. Вот в книге пророка Иоэля описывается пост, назначенный и объявленный по причине нашествия саранчи, когда армия крылатых насекомых прожорливых уничтожала все живое, все поля, залазила в окна к людям. Они всходят по стенам, забираются в окна. Это описывается как штурмующая армия. То нужно было поститься, чтобы это ушло. Потом в книге пророка Иоэля описывается пост Ниневии, города Великого, которым нужно было три дня ходить, чтобы обойти. И Иоанна обошел его с проповедью, чтобы Ниневия покаялась, ибо через три дня она будет разрушена. Его могли прибить уже на первых словах. Потому что с какой стати мы будем слушать какого-то пришельца, который пугает нас еще чем-то. Но они вместо того, чтобы прибить этого бедного Иоанна, они его выслушали, и у них в сердце было некое место сочувствия, согласия с этими словами. Они почувствовали, что он говорит правду. И тогда они начали поститься по-настоящему. По-настоящему пост, а когда постятся все, весь народ, от царя до последнего бедного. Царь тоже постится. Сходит с трона, одевается во власеницу, садится на пол, не ест. Они не ели, не пили вообще, как и нужно поститься. Не ем, не пьем. Не едим, не пьем. Не кормили скотину свою, не поили ее. И там каждый из них давал свой голос, какое свойство на его природе. Там баран блеял, козел бекал, курица кудахтала, некормленная корова мычала. И этот совокупный плач, людской и детский, и этот животный даже в том числе, поднимался к небу, и Господь помиловал их за грехи. Их грехи, видимо, у них были тяжелые. Они реально были на грани, так сказать, катастрофы. Поэтому пост прописан не как диета человеку, не как способ облегчиться от лишних килограммов перед наступлением нового пляжного сезона. Как же я влезу в старый купальник, типа, как же я там одену старые брюки, значит, только я уже не влажу в них. Ну, пост как бы здесь не играет роли, то есть это не пост. Это надо худеть себе для своих побочных целей, когда хотите, как хотите. А пост – это когда мы приносим жертву Богу, жертву себя самого. Ради тебя, Иисусе, не ем и не пью, а в пятницу мажу уксусом губы, помню о том, что тебе в жажде твоей напоишь эти отста. Вот. Как-то вот так. Для Иисуса это все нужно делать. Для Иисуса Христа Господа. Для покаяния, для прощения грехов, как добровольная жертва, для смирения, для очищения ума. В посту человеческие мысли очищаются, воля становится тверже, отшелушивается от человека всякое ненужное. Не хочется лишний раз говорить, потому что сил становится меньше. Вообще перестраивается жизнь организма и жизнь сознания человеческого. И кто испытал на себе это, тот скажет «Аминь». Все правильно говорится сейчас, потому что пост – это великая польза для человека. Бросаются вредные привычки. Пост накладывается на язык, ибо не нужно говорить лишнего. Пост накладывается на уши, и не нужно слушать лишнего. Пост накладывается на глаза. Эти двери и окна. Говорит, враг входит через окна. Это про глаза сказано у Еремии. Нужно поменьше смотреть всякого разного, и нужно побольше думать и читать. Плюс поклоны земные, плюс богослужения – это пост. Но, повторяю, он для отдельно взятого человека спасителен в случае веры и покаяния. А для всего народа – это просто залог избавления от опасностей и залог залечивания социальных потрясений. Так что пост залечивает раны мира. Пост утихомиривает народ. Пост умилостивляет Бога. Пост останавливает эпидемии, кстати. Пост прекращает вражду. Пост дает стабильность жизни человеческой. Поэтому вступите в этот пост вот так. Потому что мы все нуждаемся в том, чтобы в народе был мир, в стране был мир, в мире был мир. Прямо как в детстве на заборах писали коммунисты. Цитату из богослужения. «О мире и всего мира Господу помолимся». Начинайте проститься, возлюбленные. Кто может, кто хочет, как может, как хочет. Но начинайте. Это очень важно не только для вас, для сброски лишних килограммов. А это очень важно для… Хотите, пафосно скажем, для всей вселенной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!